В мае 2009 года известный американский публицист Джим Марс выступил с сенсационным заявлением На Земле готовится фашистский переворот Во Второй мировой войне были разбиты немцы, но не нацисты, которые просто были вынуждены скрыться Они расселись по всем четырем сторонам света Они сбежали с награбленными богатствами Европы и технологиями Некоторые из которых были настолько передовыми, что они до сих пор остаются засекреченными в папках правительства США Ссылаясь на рассекреченные документы архива Конгресса США Джим Марс утверждает На протяжении полувека уцелевшие после Нюрнбергского процесса сторонники нацизма Совершенствовали секретные технологии, созданные учеными Гитлера Мучая сотни тысяч людей в концлагерях, а в дальнейшем проводя тайные эксперименты над людьми Нацистские генетики сумели изменить человеческую природу А работающие с ними рука об руку технологи создали принципиально новый тип психотронного и биологического оружия И очень скоро человечество ощутит это на себе Это можно было бы считать фантазией, если бы не уникальные артефакты, которые удалось собрать Экспедиции программы Тайны мира Меня зовут Анна Чапова И я начинаю расследование Где прятали от международного трибунала секретный научный архив Гитлера? ФБР рассекретило одну директиву о том, что в городке Лафальда все готово для приема фюрера Кто и как инсценировал смерть фюрера? Вот эта комната, где жил Гитлер Экспедиция программы Тайны мира по следам бежавших от приговора нацистов Вот посмотрите, круг, еще один круг Такие надписи не оставляют те, кто просто залез в пещеру Как нацистские ученые создали новую расу? И где сейчас живут эти люди? Исследования в области биологии человека Начатые оккультной организацией нацистов на Кавказе Возможно, продолжаются и сегодня Генетические эксперименты нацистов над людьми в Бразилии Почему в этом городе так много близнецов? Бразильский город Кандиду Гадуи стал экспериментальной площадкой для нацистов Я раскрою все тайны Последняя тайна Гитлера Нюрнбергский трибунал несколько лет судил нацистских преступников Однако практически все руководители ННРБ Организации, которые были под контроль на даже самые кровавые войска СС Избежали наказания Существует неопровержимое доказательство того Что следы фашистских властителей ведут в Южную Америку В июле 1945 года Аргентинские газеты напечатали сенсационное сообщение О высадке с подводной лодки на побережье этой страны Гитлера и его жены Евы Браун Пресса писала, что аргентинский диктатор Хуан Перрон Принял фюрера с распростертыми объятиями Массовое бегство нацистов в Южную Америку Исторически доказанный факт Но на самом ли деле среди переселенцев был Адольф Гитлер Или популярный аргентинский таблоид, мягко говоря, преувеличил Мы встретились с автором мирового бестселлера Гитлер в Аргентине Абелем Басти Он провел независимое расследование Отследив все маршруты военных преступников в Южной Америке У нас есть доказательства того, что Гитлер жил в Аргентине Вероятно, самое точное доказательство Это фотография, сделанная ЦРУ в 1954 году С приложенными к ней документами По которой видно, что Гитлер жив Эта фотография сейчас находится в архивах ЦРУ В недавно рассекреченных документах ЦРУ говорится Что вместе с немецкими военачальниками В Южную Америку были доставлены и завоеванные трофеи гитлеровцев По некоторым данным, в Аргентину, Парагвай, Чили и Перу Нацисты перевели около 10 миллиардов долларов Жил Гитлер с Евой Браун С ним была прислуга, телохранители, с которыми они приехали Это был самый узкий круг людей, среди которых жил Гитлер И, конечно, он общался с другими высшими чинами, которые сбежали с ним Особенно с Мартином Борманом, который тоже официально был мертв с 1945 года Абель Басти обнаружил свидетельство пребывания Высокопоставленных нацистов по всей Южной Америке Беглые преступники часто встречались И не оставляли своих планов по порабощению мира Когда они приехали, Гитлеру было 56 лет Ева была моложе его почти на 30 лет Они жили, скажем так, в сельской местности Гитлер не был затворником Он постоянно ездил, встречался с людьми И даже выезжал из Аргентины, в соседние страны Версию Абеля Басти о том, что Гитлеру удалось скрыться Подтверждает американский археолог И специалист по анализу костных тканей Ник Белл-Антони Его заявление стало мировой сенсацией Белл-Антони доказал, что фрагмент черепа с пулевым отверстием Который хранится в Москве Не принадлежал Адольфу Гитлеру Кость черепа очень гладкая, очень тонкая Мужская кость, как правило, бывает более твердой А швы, соединяющие части черепа Кажутся типичными для человека, который еще не достиг 40 лет Кость черепа соответствует женщине 20-40 лет Как показал анализ ДНК Фрагмент черепа принадлежал женщине младше 40 лет Но никак не 56-летнему мужчине А именно столько было фюреру на момент смерти Нацисты оставили в бункере труп с выстрелом в лоб И когда туда вошли советские солдаты Они подумали, что это мертвый Гитлер Начали делать фотографии Опубликовали все это в газетах Но с выстрелом в лоб Через некоторое время в Советском Союзе Поняли, что это был двойник Но продолжали врать А эти уникальные кадры Снял российский журналист Александр Соловский Сотрудница отеля Эдем В аргентинском городе Борелотче Рассказывает, что именно здесь Провел свои последние годы жизни Адольф Гитлер Вот эта комната, где жил Гитлер А это его кровать Здесь он провел свои последние дни Александр Соловский выяснил О приезде Гитлера в Аргентину Знали заранее К приему фюрера Активно готовились ФБР рассекретило Одну директиву В котором указывается Послание Агента ФБР Своему начальству О том, что В городке Лафальда Все готово для приема Фюрера Адольфа Гитлера Судя по документам Операция по исчезновению Лидера нацистов Была продумана Задолго до поражения Фашистской Германии В Аргентину Гитлер прибыл Вместе с секретным конвоем Подводных лодок Между июлем и августом 1945 года Гитлер вместе с Евой Браун Высадились на Аргентинском побережье В провинции Рио-Негро С подводной лодки Которую Скортировали еще две субмарины После этого Все три подводных корабля Были затоплены Если такие Одиозные фигуры Как Гитлер, Борман и Гиммлер Вынуждены были скрываться То бывшие сотрудники Аненербе Скромные ученые и философы Эрнст Шефер Карл Дибич Фридрик Хильшер Рудольф Левен И не думали прятаться После войны Это сейчас известно Что самые кровавые эксперименты Над заключенными концлагерей Делались по заказу Этих исследователей Они имели полномочия Давать указания подразделениям СС Известным особой жестокостью Однако после войны Даже не попали под трибунал Более того Публично продолжили Свои научные изыскания Они занимались Я бы сказал Широким спектром исследований Исследовали И прежние цивилизации Искали корни ариев Корни германцев Искали некие мистические Такие цели Для германских народов В том числе Поиск древних принципов В создании ядерного оружия Ракетного оружия Летательных аппаратов В Патагонии А также в Кордильерах Существуют закрытые колонии И города немецких поселенцев Бывших нацистов Въезд туда запрещен Не только простым жителям страны Но и полицейским По мнению некоторых исследователей В этих колониях работают Ученые генетики Которые Занимаются Клонированием Быть может Именно там Возродится Четвертый рейх Во Второй мировой войне Были разбиты немцы Но не нацисты Которые просто были Вынуждены скрыться Они рассеялись По всем четырем Сторонам света Еще одна секретная База нацистов Располагалась в Антарктиде Фашистская Германия Часто посылала экспедиции На ледяной континент А во время войны Туда регулярно отправлялись Немецкие суда Исследователи Третьего рейха Считают Что именно там спрятаны Самые передовые И таинственные разработки нацистов Так называемое Оружие возмездия Технологии Которые до сих пор Неизвестны Современным ученым И уже мы знали Что к сороковому году Немцы уже Обозначили место Для строительства Мощной Подледной такой Базы для Подводных лодок Есть версия Что под многовековым льдом Находится бункер В котором жил Сам Адольф Гитлер Вместе с Евой Браун Жил Вплоть до недавнего времени Ряд исследователей Полагают Что немецкая база В Антарктиде Сохранилась до сих пор Более того Говорят о существовании Там даже целого Подземного города Под названием Новый Берлин С населением Два миллиона человек Так быть может Преемники Гитлера Просто ждут Своего часа И строят планы Мирового господства Чтобы поднять над землей Знамена Четвертого рейха Экспедиция программы Тайны мира Пройдет по следам Боевых оккультистов Фюрера Мы узнаем Какие цели Преследовали фашисты На Кавказе И почему Именно в Приэльбрусье Искали Таинственные знания Атлантов Далее в программе Нацисты в поисках Святого Грааля Какие сокровища Они нашли на Кавказе И вот посмотрите Круг Еще один круг Такие надписи Не оставляют Те, кто просто Залез в пещеру Уникальная находка Нашей экспедиции Реликвия Древних Ариев Хранится В обычной семье Уже 500 лет Есть какая-то Сила В этом платке И какую Жертву Пришлось Принести Нацистам В обмен На сакральные Знания Вариант Договора с дьяволом Предусматривает И некие Жертвоприношения Я раскрою Все тайны Экспедиция Программы Тайны мира Отправляется На Кавказ Именно здесь При Эльбрусье Нацисты Рассчитывали Найти Прародину Ариев Вход в Мистическую Подземную Страну Агартхи Это место Имело Огромное Значение В мировоззрении Окультистов Из окружения Гитлера Последняя Тайна Гитлера Практически Все Руководители Третьего Рейха В 20-е Годы Были Тайными Членами Общества Тули Такие Деятели Как Гитлер Гиммлер Розенберг Именно Те Нацисты Кто Придумал Само Понятие Рассового Превосходства Себя Они Считали Потомками Великих Ариев И на собраниях Общества Тули Пытались Наладить Телепатическую Связь С древними Цивилизациями Фашисты Шли на Кавказ С целью Найти Источник Силы В легендарной Подземной Стране Агартхи Согласно Древним Преданиям Звезда Сириуса Охраняет Это место И указывает Путь Ко входу Ученые Анненербе Хотели Найти И захватить Кладезь Сакральных Знаний Древней Цивилизации Послали Экспедицию В Гималайи Со всеми Поисками Шамбалы Они начали Заниматься Изучением Курганов Они начали Изучать Пирамиды Исследователь Юрий Воробьевский Изучал Немецкие Архивы Которые После войны Опубликовали В России И США И выяснил Цифры Затраченные Фашистами На Мистическую Организацию Анненербе Просто Фантастические На эту Загадочную Организацию Анненербе В которую Входило Порядка Пятидесяти Институтов Исследовательских Было Потрачено Рачительными Немцами Больше Чем На Манхэттенский Атомный Проект Мы Попробуем Разобраться Почему Нацисты Верили В существование Таинственной Подземной Страны Агартхи Наша Съемочная Группа Находится В Кабардино-Балкарской Республике Именно Здесь В 42-м Году Развернулась Масштабная Операция Анненербе Мы Встретились С очевидцами Тех Событий Они Помнят Как Немцы Искали Вход В затерянную Страну Неподалеку От села Заюково И сейчас Можно Найти Таинственные Следы Нацистов Вот здесь Они Прорубили Огромную Шахту Прямо Вглубь Скалы Во время Временной Окупации Это у нас 42-й год Здесь немцы Какие-то Проводили Работы Вот перед Нами Шахта Ее глубина Даже Сегодняшняя Глубина Составляет Более 20 А то и 30 метров Сооружение Сделано На века И это При том Что работы Проводились Пока рядом Шли Ожесточенные Бои Фашисты Очевидно Спешили Закончить Масштабный Проект По расчетам Эрнеста Шефера Руководители Экспедиции Аненербе На Кавказе В окрестностях Эльбруса Должен Находиться Вход В страну Агартхи К исследованиям Были привлечены Бойцы Элитных Подразделений СС Дивизии Викинг И горно-стрелкового Подразделения Эдельвейс Местные Жители Вспоминают Как в селах Расквартировались Небольшие Отряды Которые Каждый день Уходили В горы Они сперва Это Огромное Нацистки Залез Залез В пещеру Разобраться На первый На первый взгляд История В серии Оказывается Бокий Гурджиев Балавадская Весь Весь набор Нацисты Нужно было Из более Высоких Чинов Офицеров На груди Немецкого Офицера Карла Зингера Сияло Кровавое Пятно Словно Ему Вырезали Сердце Ну В районе Села Заюково Я не видел Других Похорон И Убитых Немцев Не видел Как-то Серьезных Боев Таких Не было Мы Выяснили Что Убитый Офицер Карл Зингер Стоял У истоков Нацистского Окультизма И носил На безымянном Пальце Символ СС Кольцо Мертвая Голова Кольцо Мертвая Голова Персональный Накрадной Знак Выдаваемый Лично Генрихом Гиммлером Членом СС Особая Регалия Знак Принадлежности К темному Ордену Обладатель Такого Кольца Считал себя Чуть ли не Рыцарем Крестоносцем Наделенным Мистической силой Карл Зингер Числился под номером Шесть В обществе Туле Том самом Которое Впоследствии Превратилось Ванэнербе Вполне Подходящая Жертва В обмен На помощь Темных сил Далее В программе Уникальная Находка Экспедиции Программы Тайны мира Мы Нашли Артефакт За которым Охотились Нацисты Это Очень Даже Большая Реликвия Нашей семьи Как Персонаж Из Кавказской Легенды Вторгся В реальную Жизнь Кабардинской Семьи Считается Что эти люди Полубоги Хранители Великой Тайны Входа В Агартхе Какие Тайны Хранят В себе Огромные Волуны И почему Горцы Называют Их Живыми Если вы Подойдете Ко мне Почувствуете То тепло Которое Струится От них Зачем Нацистам Потребовалась Живая Вода Страшный Эксперимент Ангела Смерти Мы знаем Что Гитлер Хотел создать Чистую Расу Сильную Расу Ингели У него Была Такая Цель Я Раскрою Все Тайны Экспедиция Программы Тайны Мира Расследует Деятельность Аненербе На Северном Кавказе Во время Великой Отечественной Войны Нацисты Искали На Кавказе Корни Предков Они Считали Что Являются Потомками Великих Ариев Сверхлюдей Из Древней Цивилизации У кавказских Народов Есть легенда О нартах Их Описывают Как могучих Великанов Трехметрового Роста Считается Что эти люди Полубоги Хранители Великой Тайны Входа В Агартхе Герои Эпических Сказаний Трехметрового Роста Сильны И на порядок Умнее Любого Человека Они Представители Иной Более Развитой Цивилизации В общем В точности Такие Какими Себе Представляли Арийцев В тайном Обществе Туле Они Делены Странными Такими Вещами Тут Нартовский Кузнец Видит Что У Петуха Такой Квост Кривой И понимаешь Из него Хороший Серд Может Получиться Если Сделать Его Из Железа Конечно А вот Две Змеи Перекрестились На дороге Это Клещи Кузнечные Исследователи Эпоса Пришли К выводу Есть Основания Полагать Что За Мифическими Персонажами Кроются Реальные Герои Не Просто Исторические Персонажи А Действительно Великаны Которые Какое Жили Рядом С людьми Нашей Съемочной Группе Удалось Найти Семью Которая Готова Предъявить Тому Вещественные Доказательства Мы Встретились С семьей Кардановых Вот уже Более Четырехсот Лет Их Род Из поколения В поколение Передает Уникальную Реликвию Это Очень Даже Большая Реликвия Нашей Семьи И мы Должны Уважать Чтить И Хранить Этот платок Сколько Семья Наша Будет Жить На земле Вот Вот она Священная Реликвия Это Платок Пропитанный Кровью Нарта Из поколения В поколение Передается Легенда Много Веков Назад На пороге Дома Кардановых Появился Раненый Человек Огромного Роста Выше Трех Метров И Семья Предложила Ему Помощь Прапрапрапрадедушка Наш Зашел В сад Увидел Этого Сосрока Раненый Лежит Занес Это В дом Обработал Ему Раны Когда он Умирал В честь Уважения Ну как бы В знак Уважения Я вам Завещаю Говорит Полотенце Книгу И платок В семье Верят В волшебные Свойства Платка Нарта Говорят Что он Может влиять На ход Событий Погоду Лечить Болезни Выносила Этот платок Чуть-чуть Пальцем Вот так Делала Брызгала Вот Вот водой Сюда Молитвой Читала Молитву Много-много Читала Потом Вешала Платок Очень интересно Через два-три дня Дождь шел Удивительно Но на старинном Платке До сих пор Различимы Пятна Крови Нарта Вероятно Это Кровь И Обладает Таинственной Силой Вызывать Дождь И охранять Семью От бед Ткани С которой Соткан Этот платок Не похоже Ни на один Известный Сегодня Материал Кавказские Легенды Говорят Об умении Нартов Превращаться В камни Считается Что в таком Состоянии Они могут Пребывать Тысячелетиями Мы Мы Отправляемся К месту Которое Тщательно Скрывали От нацистов Советские Спецслужбы Это Горный Район Неподалеку От Нальчика Здесь На одном Из холмов Находятся Камни Которые Как утверждают Местные Жители Обладают Необъяснимой Энергией Мы находимся В верховных Реки Шалушка Примечательная тема Это место Это поляна Как называется Кундушну Вот с этими Красивыми камнями Это место Священно для горцев Сюда приходят Чтобы получить Поддержку Утверждают Что просто Пребывание Здесь Улучшает здоровье И прибавляет сил Сюда не водят Посторонних Но для нашей Съемочной группы Сделали исключение Дело в том Что местные Жители Давно Заметили Необычные Свойства Огромных Камней Неизвестно Как Занесенных На вершину Холма Горцы Утверждают Что Эти Глыбы Живые Существа Зона Эта Мы назовем ее так Своего рода Геопатогенные Здесь Особый микроклимат Если вы подойдете К камням Почувствуете То тепло Которое струится От них Камни эти Теплые В любое Время года Зимой На них Не лежит Снег Этому Нет никакого Объяснения Но камни Действительно Теплые В любое Время Года И суток Словно Тепло Исходит Изнутри И постоянно Поддерживается Местные Жители Даже Замеряли Их температуру Зимой В морозные Дни И сравнивали С другими Камнями На соседних Скалах Оказалось Что уникальными Свойствами Обладают Только Эти Если Сравнить Температуру Камня Находящегося Здесь И температуру Камня Который Лежит Ниже Окажется Что Эти камни Температура На 8-10 градусов Мы проводили Такие исследования Горцы Рассказали Нам Свою Версию Происхождение Этих Каменных Глыб Они Считают Что Это И есть Застывшие На века Нарты Далее В программе Лаборатория Ангела Смерти Где Теперь Скрывается Новая Армия Четвертого Рейха Бразильский Город Кандиду Гадуи Стал Экспериментальной Площадкой Для нацистов Для чего Нацистам Нужна была Живая Вода Нашли ли Они Путь К волшебному Источнику Бурились Туннели Строились За колоссальные Средства Дороги Близнецы Из этого Бразильского Города Наследие Третьего Рейха Я Слышала Своих Родителей Что В нашем Городе Практиковал Один Немецкий Доктор И Где Хранится Оружие Возмездия Крысиная Тропа Назывался Весь Оперативный План Переезда Или Побега Тысяч Нацистов Я Расстроилась Все Тайны Вода С Кавказских Гор Действительно Обладает Целепными Свойствами Ее Используют Как лекарство От многих Болезней Однако Экспедиция Анненерба Искала В окрестностях Эльбруса Особый Источник С таинственной Живой Водой С помощью Этой Воды Они Планировали Превратиться В настоящих Ариев Сверх Людей На Кавказе По представлению Гитлера Находилась Последняя Цивилизация Сверх Людей Гигантов Нартов Чтобы Узнать Их Секрет И создать Расу Героев Полубогов Фюрер Был готов Идти На любые Эксперименты Дети Должны Были Быть Еще Лучше Это Была Такая Евгеника То есть Новая Раса Вот там Вот В этом Лабораторном Виде Должна Была Окончательно Сформироваться И потом Дать Свои Богатые Плоды У Нацистов Была Специальная Программа По Поиску Воды Из Природных Источников Соответствующей Структуре Плазмы Крови Человека Вода Должна Была Послужить Основой Медицинских Экспериментов По Превращению Избранных Нацистов Вариев О том Что в стране Агартхи Даже Вода Обладает Мистическими Свойствами Сказано И в Нардских Легендах ССовцы Обследовали Несколько Источников На Кавказе И особое Внимание Сосредоточили На Абхазской Живой Воде Местное Название Абхазии Абсны В переводе С древнего Шумерского Языка Это означает Подземный Колодец С живой Водой Именно В этих Местах Они Развернули Грандиозную Стройку Планирует Добывать Воду В промышленных Масштабах Бурились Туннели Строились Колоссальные Средства Дороги Не совсем Понятно Почему Потому что Ну это дорога К озеру Лица Но тем не менее Просто к озеру Строить Такие Современнейшие По тем временам Дороги Качественные Это несколько странно Прежде чем Построить базу Немецкий Ученый Доктор Йозеф Иммер Изучил Содержание Минералов И солей В воде Озера Рица И еще 144 Источниках Горноальпийского Ландшафта Абхазии Нацисты Все-таки Нашли То что Искали Источник Живой воды Живая вода Из Абхазии Доставлялась В Германию В серебряных Канистрах Сначала На базу Подводных Лодок В Констанцу А далее Самолетом В замок Гетебург На основе Этой воды Добываемой В карстовых Пещерах Под озером Рица Создавалась Плазма Крови Для будущих Арийцев После проведенных Исследований Ученые Аненербе Отправляли Воду Для испытаний В концлагеря Ради Ради Выведения Новой Расы Были Поставлены Чудовищные Медицинские Эксперименты В концентрационных Лагерях Были Загублены Сотни Тысяч Детей В том Числе Нацистские Врачи Испытывали На них Воздействие Особой Живой воды Йозеф Менгеле По прозвищу Ангел Смерти Отличался Огромным Рвением В попытках Создать Сверхарийца Экспериментировал На детях Из Освенцима На своих Испытуемых Он провел Множество Опытов В том числе И с водой Пробовал Вливать ее Даже Внутривенно Делали опыта С переливаниями Крови Ну и соответственно Вышли на проект По выработке Некой жидкости Которая Соответствует Эталону Скажем так Плазмы Крови Человеческой И проводили Смешивание В человеческом Организме В результате Этих чудовищных По жестокости Исследований Менгеле Разработал Собственную Теорию Он верил Что вода Действительно Может обладать Мистическими Свойствами Последняя Тайна Гитлера Исследования В области Биологии Человека Начатые Оккультной Организацией Нацистов На Кавказе Возможно Продолжаются И сегодня Следы Этой Деятельности Можно обнаружить В Бразилии В Кандиду Годой В городе Близнецов Здравствуйте Мы сейчас У город Кандиду Годой Тут написано На ворота Фрутковый Город И город Близнецов Ежегодно В этом небольшом Городке На юго-западе Бразилии Проходит Этот красочный Праздник Фестиваль Близнецов Тысячи туристов Приезжают Посмотреть На сотни Близнецов Из Кандиду Годой Сегодня Мы отмечаем День Близнецов Это уже стало Традицией Для нашего города В Кандиду Годой Очень много Близнецов Мы тоже вышли Замуж за двух Братьев Мы с ними Дружили с раннего Детства Врачи Мне уже сказали Что я жду Двойню Для меня Это огромное Счастье В нашей семье Это передается По наследству И не только В нашей В городе Часто рождаются Близнецы В Кандиду Годой Рождение Близнецов Приходится На каждую Пятую Беременность Но самое Удивительное Почти все Жители Бразильского Города Блондины С голубыми Глазами Как вы думаете С чем связан Такой феномен Он наблюдал Беременных женщин Говорят Он проводил Какие-то Странные процедуры После этого В городе Стали рождаться Близнецы В Бразилии Мы встретились С писателем Исследователем Уникального Местного феномена Жасинто Заболоцким На этой территории Проживают 67 семей Немецкого происхождения Среди этих 34 пар 67% Близнецов Которые Различаются между собой 33% Близнецы С абсолютно Одинаковой Внешностью И одного пола Феномен Кандиду Годой Пытались изучать Ученые Со всего мира Но Объяснения Ему Так и не дали Сами Сами жители города Рассказывают Что в 60-е годы Прошлого века В их город Часто приезжал Врач Который Вначале Вел Ветеринарную Практику А потом Стал Лечить Женщин От Бесплодия Он обладал Просто Мистическим Дарованием Двойни У него Рожали Практически Все пациентки Этот человек Представлялся Как Рудольф Вейс Но По-настоящему Его звали Йозеф Менгеле Или Как его Прозвали Узники Освенцима Ангел Смерти Феномен Близнецов Произошел Из-за Деятельности Йозефа Менгеле И к рождаемости Пришелся Именно на это время Когда он Жил и работал На этой земле С тех пор Как появился Менгеле Рождаются Близнецы Уже Десятки лет Жасинто Заболоцкий Утверждает Что именно Менгеле Превратил Кандиду Годой В свою Лабораторию Где и Продолжил Свои Эксперименты По искусственному Оплодотворению И рождению Близнецов Эксперименты В области Деторождения Доктор Менгеле Ставил В лагере Смерти Освенцим Расположенным На западе Современной Польши Он работал Над созданием Механизма Который Позволил Бы Арийским Женщинам Как можно Чаще Рожать Близнецов Тем самым Стремительно Увеличивая Численность Арийской Расы Когда Доктор Менгеле Был направлен В Освенцам Когда он увидел Что среди Прибывавших Вот этих толп Есть и двойники Он сразу же Отбирал их себе Чтобы понять Как рождаются Близнецы В концлагере Освенцим Менгеле Лично Отобрал 3000 Детей Близнецов И проводил Над ними Чудовищные Эксперименты Братьям И сестрам Переливали Кровь И пересаживали Органы Друг от друга Выжили В результате Этих Опытов Лишь 200 Детей Перед Бегством Из Освенцама Ангел Смерти Лично Уничтожил Все документы И отчеты О своих Исследованиях Он везде Себя представлял Как ученый И мы знаем Что Гитлер Хотел создать Чистую Сильную расу И у Менгеле Была такая цель Создать близнецов От здоровых матерей Почему же Нацистский Преступник Выбрал Именно Этот Бразильский Городок В качестве Площадки Для эксперимента Дело в том Что Кандиду Годой Был основан В 1963 Году Здесь Поселились Бывшие Офицеры СС Те Кто сумел Бежать Из Германии По поддельным Паспортам В послевоенные Годы Крысиная Тропа Назывался Весь Оперативный План Переезда Или побега Тысяч Нацистов Это все Осуществлялось Сначала Наземным путем Пережидая В монастырях И в церквях И с последующей Посадкой Объятиями При этом Все приехавшие Были нацистскими Преступниками И поэтому И Менгеле Ни у кого Не вызывал Негативных Эмоций Кандиду 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 По созданию Расы Голубоглазых Блондинов И Кандиду Годой Стал Идеальным Арийским Городом Именно Таким Видели Когда-то Нацисты Будущее Население Тысячелетнего Рейха Разве Не это Было Мечтой Адольфа Гитлера Но Быть может Такой Город Не Единственный Израильская Разведка Моссад До сих пор Продолжает Поиски Нацистских Преступников И из разных Уголков Мира Приходят Сообщения Свидетельствующие Что далеко Не все Были осуждены И получили Наказание Идею Становления Четвертого Рейха Еще Предстоит Уничтожить Возможно Потомки Нацистов По всему Миру До сих Пор Ждут Своего Часа Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...